Из года в год в ПТИАХе формируется свой библиотечный электронный архив. Сотрудники краеведческого отдела культурного центра библиотека-музей проводят работу по переводу в цифровую форму печатных изданий, книг местных писателей, городской новой северной газеты, которые потом размещаются на официальном сайте учреждения. Оцифровки подлежат краеведческие издания, к ним относятся местные периодические издания, книги, изданные на территории муниципального образования, учредителем которым является администрация города ПТИАХа. Также оцифрованы все издания, которые были изданы к юбилеям нашего города. Наш город хоть и небольшой, но здесь немало творческих людей, влюбленных в мир поэзии и прозы. Они посещают литературную гостиную «Земляки». Из-под пера самобытных авторов рождаются новые стихи, рассказы и поэмы. Творчество пытьяхцев нашло отражение в поэтических сборниках и книгах, что были опубликованы в последние годы. Они также теперь живут в виртуальном мире. Произведения местных авторов объединены в сборники. Всего было издано две книги «На встречу солнцу» и «Чувство доброй я лирой пробуждал». В сборники вошли произведения таких самобытных писателей местных, как Александра Саметова, произведения стихи, стихи Колодиной Татьяны Валентиновной, Людмилы Гаппон, Виктора Рябихина. Также издана отдельная книга автора местного Галины Свиридовой «Я дарю вам добро». С авторами заключаются договора о согласии персональных данных, на обработку персональных данных, в том, что они разрешают выставлять свои издания на сайте культурного центра библиотеки-музея. Достойное место в электронном архиве занимает новая «Северная газета». Муниципальный еженедельник, а его история начинается с газеты «Новости Пытьяха», на протяжении 30 лет освещает жизнь города и его жителей. Все старые выпуски библиотекарями бережно сканируются и пополняют каталог, который можно найти в отдельной рубрике на сайте учреждения. Таким образом, благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» увеличивается количество читателей, пользователей сети интернет, которые могут найти там необходимые публикации. Тем самым расширяются возможные каналы доступа к полезной и нужной информации. А самое главное, жизнь печатных изданий продляется уже в виртуальном пространстве.